так дорогие друзья приступаем к заключительному этапу то есть там сейчас надо сделать этот самый шатун если я правильно понимаю как он называется поэтому мы с вами сейчас сделаем следующее мы возьмем ниш возьмем plane нет мы не возьмем цилиндр развернем его на 90 градусов вот так так сейчас я подсказочки поставлю и теперь с уменьшим так вытянем его сюда и конечно вот так тоже под уменьшим такой ли он должен быть может быть чуть еще меньше чуть-чуть ну а теперь мы его нажмем не скажу что так я сначала мы сделаем следующим поставим так как он должен быть сейчас выставим его так можно без то есть вот так он должен здесь стоять вот так и следующий shift должен где-то вот так на серединке стоит так по это где-то вот так он должен цепляться там вот вот этих две сейчас их выделим так и так обращайте внимание это собак навеселиться ликует так почему не хочет это правда не смешно хотя бы не было так грустно да ну теперь мы возьмем контрол вот так вот так и далее мы с вами пойдем сюда сюда и нам надо соединить эти два сделаем следующим образом сначала так ну что ж тогда на делаем тут ребрышков тогда давайте выберем эти вещи и скажем что у нас с альт м альт м дистанцию так мы говорим что все нормально а здесь мы скажем что вот это вот так если я возьму вот этот что-то мне слишком близко это кажется так и подвину ее по оси так где то то что самое сделаю вот с этой альт теперь shift и тоже подвину ее по оси ну а теперь все проще нам надо идти вот соединить так вот раз два три четыре пять ну что 5 это много будет 4 достаточно так и опять раз два три четыре раз два три четыре здесь она четвертая будет а здесь она лишняя оп ну а теперь скажем волшебное слово bridge вот так так хорошо а здесь мы с вами сделаем следующее ctrl r и наделаем таких вот фентифлюшечек так так и теперь s так 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 допустим да и так и минус и так вот так так и и снова на еще Степенно их сужаем, и вот эту, вот так у нас красивая получилась штука-дрюка, так, теперь, теперь надо сделать здесь, вот так, нажмем, так, нажмем, так, и, так, сделаем, хорошо. Так не надо, так, и теперь экструд, может быть, чуть еще, как бы, побольше. Вот так достаточно будет. Ну, теперь давайте уже по всем этим пройдем. Сначала выделю. Скажем, что трансформации нам не нужны. Дистанция 0,1. Так, и далее. Что эти выделим? Что эти выделим? Что эти выделим? ну а теперь тут вот нам надо сделать я думаю дырточки сделаем их вот так теперь и и тоже произнесем слово бритч вот теперь можно нажать видеть где у нас и как вот теперь будем подгонять уже к этому подошли сверху значит этот парень у нас должен быть здесь в середине так середине он должен быть хорошо вот этот паренек не низок не высок тут мы ему должны вот эти все выделить точки так и подвинуть его вплотную двигаем джи вот так подвинул отлично смотрим отлично так теперь встаем пряменько да сюда мы должны поставить еще один противовес или как хотите его назовите это у нас цилиндр цилиндр который мы разворачиваем так так по оси 90 неправильно и уменьшаем Выставляем мы правильно. Чуть уменьшаем. Ну да, это опять та же система. Так, готово. Теперь пойдем сюда. Это ребро и это ребро. Прекрасно. Ну а теперь осталось расставить нам вот эти... Тут, конечно, надо еще поставить поршень. Не знаю, нужно ли, не нужно ли. Время все. Ну, терпите. Сейчас поставим. Угу. 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 Вот так. Так. Теперь берем... Возьмем теперь цилиндр опять. Вот. Цилиндр. Уменьшаем. Уменьшаем. Возьмем. Возьмем. Подвигаем. Возьмем. Ну это должен быть. Вот так. Такой поршень. может чуть побольше, а не пускай такой будет. Так, посмотрим теперь как он там расположился. Видим, что он маловат по окружности. Делаем побольше. Вот так будет выглядеть цилиндр. Прекрасно. Теперь опять убираем все. Нажимаем на слышь. А, надо же выделить что-то. Остальное убрать. Так, хорошо. Далее этот вниз чуть-чуть, G. Отлично. А дальше поступим так. Перейдем в Edit Mode и выделим все точки. Вот так. Смотрим. Если сверху посмотреть, видим вот такую штуку. То есть теперь нам нужен нож, который режет все насквозь. Так. Одну вырезали. Еще раз. Селектируем. L. И опять берем ножик. И тоже режем. Хорошо. А дальше просто возьмем K. А. И C. Есть. Опа. К. И C. Так. И здесь тоже. К. И C. Готово. Готово. Ну, дальше просто. Угу. 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 Выделяем. Это. И вот это. И поднимаем. И поднимаем. Наверх. И струт. Подняли наверх. Угу. Ну, где-то вот так подняли. Угу. 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 Ну, теперь касс. сдвинули их вот так и вот так по 7x прекрасно больше нам ничего не надо единственное что мы вот эти ребрышки сейчас выделим вот такие вот загругляшки сделаем прекрасно а далее тут можем тоже порезать в общем-то так на всякий случай чтобы не ломалась сетка наша есть так здесь не знаю надо ли мне делать это попробуем вот так поет далее возьмем сейчас тоже цилиндр перевернем его естественно на все 90 градусов далее уменьшим так увеличим и пойдем искать где нам это установить так установим вот тут конечно так сюда 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 и S я думаю я думаю вот так будет достаточно далее далее идем объект нот я думаю что мы выделили опять о 2 0 и 2 0 и 2 2 2 3 5 5 Все. Ну и теперь надо поставить сюда какую-то ось. Или же поставить лучше болты. Поставим болты как будто, да? Да. Итак, последнее наше, что нам нужно сделать, создать болт. Так, это у нас вот так будет сейчас выглядеть, бум-бум-бум. Так, ну это сразу Smooth, и здесь скажем, что у нас нормальный Auto Smooth. Вот так. Хорошо. То же самое здесь. И скажем автоматически. Хорошо. Смотрим. Так, тут у нас тоже. Ну и я думаю, что сюда надо поставить еще колечко. И вот эта слишком длинная, мы ее сейчас подвинем. Так. Так. И начинаем двигать G по оси X. Вот сюда. Отлично. Ctrl-B. Готово. Что у нас там по времени? Ух ты, уже 14 минут. Ну да ладно. Мы же должны как-то закончить это дело в конце концов. Готово. Давайте создадим болт. Готово. Готово. Болт. Так. Вот такой вот. Так. И внутри у него должна была быть, это мы как сделали. Угу. Вот. 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 вот таким он должен быть хорошо все что мы сейчас сделаем это мы пойдем видит мод и начинаем уменьшать мы смотрим как он впишется так а куда делась это и так вот наш болтик стоит на месте сейчас я его разнесу по разным вот сюда поставлю здесь поставлю там внутри тоже нужно поставить ну и потом мы с вами вернемся уже начала ну вот и все дорогие друзья наша первая паровая машина готова со всеми его причиндалами маховиком шатунным механизмом станины баком все здесь есть осталось только наложить текстуру но это мы с вами делали уже множество раз поэтому я не буду повторяться а сейчас себе сделаю и пойду поставлю на шаттер первую свою паровую машину а вам всего доброго дорогие друзья пока